25-я годовщина Конституции – главная тема материалов, которые мы получаем из регионов. Их изменившийся облик, ритмы жизни, подчеркивают люди, нагляднее всего, отражают содержание и действенность основного закона, значимость обозначенных президентом программ, последовательной модернизации. В их основе обеспечение главного приоритета – интересов личности. Среди законов его называют основными, стандартами, правилами в самой основе жизни. Каноны, продуманная система норм, определивших схему современного развития государства, где в целях гармоничное преобразование, а в приоритете – интересы человека. Особенно это чувствуется сейчас, когда новое дыхание получает реформы, когда определена чёткая дорожная карта развития, когда уверенность в завтрашнем дне – это не просто слова, а настроение, с которым страна встречает очередной день рождения своей Конституции. И праздничными красками наполняется палитра всех регионов – от самого северного до тёплой долины. Кто-то скажет традиция, но будет неправ, ведь на улице городов такие вот залы людей выводят желание поделиться радостью в этот важный декабрьский день. Да и погода, сменив банурый минус на подобающей дате наряд тепла, сама приглашает погулять. Основной закон, вобравший в себя лучший мировой опыт, продуманный до запятой, он твёрдо закрепил гарантии национальной независимости, о которой долгие годы мечтал наш народ. Гарантии прав и свобод человека, избранный путь развития. Он полностью отвечает интересам нашего народа, стратегическим целям государства. И мы вправе им гордиться. Важные слова. Вчерашняя речь руководителя страны буквально разлетелась на цитаты и сегодня звучит в сердцах, в разговорах, с трибуны. Вливая силы в жизненный настрой всех гостей таких вот встреч. Кстати, среди них есть и особые соотечественники, удостоенные высоких государственных наград. Те, кто своим трудом показал пример самоотдачи на пути к истинным целям. И профессии различны, и вклад неоценим. Так и бывает, когда каждый берёт на себя ответственность и с успехом в ногу делает шаг в завтрашний день, внося по кирпичику в здание будущего свою лепту. А какие праздничные программы везде проходят? Выступления, что отражают рост страны, высокие цели, базирующиеся на прочных основах государственности. Отражают они и саму реальность нашего бытия, наполненной динамикой, комфортом тысяч новеньких домов, качеством экспортного тоннажа, успехом бизнес-идей. Такой он фундамент будущего. Едиными усилиями его создаём мы сами, делая ближе понятие лучших стандартов, как предусмотрено основным законом. Ведь отдавать себя до конца стезе, которую выбрал, наверное, это и означает быть человеком. Этот день не только вселяет силу и уверенность, он заставляет заглядывать далеко вперёд, продумывая каждый следующий шаг, каждое усилие, чтобы эффективнее воплотились в жизнь пункты той самой стратегии действий 17-21, что названо миром и сообществом уникально. Планку завтрашних успехов поставил глава государства лично, стремясь, чтобы в каждый дом вошёл уют и достаток, чтобы проблем стало меньше, чтобы уровень жизни был достойным трудолюбивого народа. Сегодня в такой вот особой атмосфере легко представить наше завтра. Уровень высоких стандартов. Сколько проектов и программ на этом пути, сколько инструментов задействовано. Диалог с народом, в ходе которого выслушают и поймут, разберутся и помогут. Условия предпринимателям, стимул Махале, дома инспекторам профилактики, соцподдержка уязвима и простор для реализации молодёжи. Им доверие особое. А в ответ успехи по всем рубежам. Ведь юноши и девушки нашей страны лучше всех чувствуют нынешние перемены. Для них это возможность самостоятельного роста, реализации потенциала, свобода, выбора профессий. И что очень важно, поддержка, которую дарит независимая, любящая страна. Все эти моменты пролетают перед глазами, глядя на кадры. И начинаешь понимать глубинный смысл сказанных накануне слов. Прежде всего, люди должны ощутить результаты реформ не в будущем, а уже сегодня. Пройдут годы, столетия, но наша Конституция, безусловно, останется главным законом жизни для новых поколений.